привет дорогие друзья сегодня не буду показываться потому что я сейчас сижу немножечко оттеняю волосы оттеночек такой легенький делаю но поговорить хочется поэтому на фоне вот этого бушующего океана мы можем и поговорить слышите как шумит ух так это моя чашечка кофе это моя шоколадка вчера я купила вкусную черную шоколадку вот такую вот такую львивска хорошая очень вкусная кстати вкусный черный шоколад такой классная в я вообще люблю черный шоколад вот наверное темнее сделать а то что-то у меня как-то такой океан слишком яркий сейчас сделаю потемненько ну вот и так на фоне океана мы пьем мой мы с вами пьем утренний кофе у меня немножечко поздновато сегодня утренний кофе ну вообще-то я проснулась сегодня уже было где-то пол девятого я надеюсь вам слышен шум океана из телевизора и мне просто захотелось поболтать повспоминашкать я хотела повспоминашкать супругу ну увидела что он мне кивает поддакивает но не слушает я подумала ладно пошла я вспоминашкать с теми кому это интересно и и такой маленький небольшой совсем совсем маленький небольшой манюсенький сюжетик из жизни мне было 15 лет и мы с родителями отдыхали на море и у меня была подружка юлька юлька зенкина и вот ну я ее не знаю не знаю я ее в одноклассниках искала но я не нашла ее ну знаете когда это было когда мне было 15 лет вот у меня были длинные волосы я их носила на море распущенными мне вообще нравилось носить распущенные волосы челочка это вот распущенные волосы и челочка это это мой мой такой стиль который мне всегда нравился вот это мое мое и я не ношу сейчас распущенные волосы только по нескольким причинам летом жарко в ветреную погоду они смазывают помаду а зимой получается там куча воротников шарфиков и как эти волосы будут вообще выглядеть забавно вот ну и вообще сейчас конечно мне очень нравится длинные волосы распущенные с челкой именно с челкой челка это это мое все обожаю челку в седьмом классе в седьмой класс переходила и я ее себе постригла сама мама говорила что челка это некрасиво а мне нравилось и в каком-то фильме я даже я просто название не знаю ну знаю какой то фильм я увидела там одна девушка была очень красивая такая актриса с челочкой и с длинными черными волосами и мне это очень понравилось и это меня покорило и я решила что челка это все и сейчас я точно того же мнения придерживаюсь вот ну ладно возвращаюсь к Юльке Зенкиной ну у меня рост метр шестьдесят один был это самый мой высокий рост метр шестьдесят один а так метр шестьдесят а Юлька девочка высокая была ну мы обе худенькие но Юлька еще и высокая была поэтому она казалась такой худенькой и у нее была короткая стрижка и ходила она в такой клетчатой рубашечке и не джинсах а просто какие то там то ли шорты у нее были что то такое а у меня было ну было несколько платьиц таких симпатичных и вот мы вечером ну девчонке как бы принято было за ручку гулять мы с ней за ручку гуляли вот и однажды кто то из ну вообще когда мне было пятнадцать я выглядела лет на двенадцать ах и кто то из отдыхающих сказали ну такая прям как бы соплячка что ли и уже за ручку ходит с мальчиком короче Юльку приняли за мальчика нам этот прикол так понравился что мы потом ходили так по морю каждый вечер гуляли и восхищали народ своей наглостью в то время это было не очень хорошо и не очень красиво но нам нам нравилось так прикалываться и я вот это вспомнила и это я начинала рассказывать своему супругу и он мне сидит улыбается поддакивает а глаза его уже совсем в другой стороне а глаза его уже там где его экран с его игрой он любит играть ну вот я подумала ну почему бы мне не попить с вами так где наш кофе на фоне океана почему бы нам не выпить чашечку кофе на фоне бушующего прелестнейшего океана и не поговорить, и не вспоминать, и еще не все. И еще не все. В Юльку влюбился Витька, а в меня влюбился Андрей. Ну, мы же девчонки, мы же такие ехидные. И мы вот Витьке про Андрея. Ах, Андрей, такой мальчик! Ах, Андрей, такой мальчик! Ну, мы не встречались еще с мальчиками. В общем, Юльке нам и Витьке, который за ней бегал, говорили все время об Андрее. А Андрею все время о Витьке. Ах, Витька, такой классный! Ах, Витька, такой классный! Просто почему мы так говорили? Потому что мы жили в одном домике с Андреем. Ну, его мама жила в одной половинке, наша семья в другой половинке. А Юлька со своими родителями жила тоже в одной половинке домика со своими родителями. А этот Витька со своими родителями. И поэтому мы могли свободно в их присутствии говорить. Они нас слышали. А потом мы решили пойти погулять все вместе. И вот когда мы решили погулять, пойти все вместе, нам нужно было познакомить Витьку и Андрея. И когда Витька говорит, Витя! А Андрей тоже, он настолько, мы ему задолбали уже голову, что он тоже говорит, Витя! Ах, 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 а потом, ой, Андрей! Ой, мы так хохотали. Это, ну, правда, это было так смешно. Ну, а потом, это было летом. А вы знаете, кто меня давно смотрит, что у меня 3 марта день рождения. И на 3 марта через маму, через мою, мама Андрея и моя мама работали в одном месте. И Андрея мама передала моей маме для меня подарок от Андрея. Махровый шарфик такой красивый, знаете. Желтые и такие оранжево-красные, как бы не ярко-красные, а оранжевато-красные такие клеточки. Вот такой шарфик был махровый. Желто-красную клетку, так бы я сказала. Мне было очень приятно. Мне тогда уже исполнилось 16 лет. Мне было приятно. Вот такая вспоминашка промелькнула сегодня. А вчера я каталась на трамвайчике. Ну, он такой прям совсем маленький трамвайчик. Я боялась снимать, потому что вода близко. И я думала, вдруг попадет вода в фотоаппарат. И опять он у меня захандрит. Он у меня такой капризный стал. Вот. И я подумала, так, чуть-чуть, что-то там чуть-чуть сняла. Что, собственно, вам и покажу в видео. Вот. Ну, а сейчас мы с вами имеем возможность любоваться просто океаном. И по кофейку. Так, рыбки пошли, рыбки, рыбки, рыбки. Пошли рыбки одна. Это немецкая рыбка. Одна рыбка пошла. Сейчас вторая пойдет. Это советская рыбка. Хе-хе-хе. Вторая рыбка пошла. Ну, короче, пошутили мы с вами. Все, мои дорогие, сейчас я вам еще шоколадку покажу. Девчонки, по шоколадке. Ой, люблю черный шоколад. Все, мои дорогие. Пока-пока. Пока-пока. Привет, друзья. Я сижу на самом берегу, можно сказать, реки. Ну, в общем-то, на парапете. И вот так волнуется наша река. Сегодня ветерок очень приятный. Я уже говорила, июль балует нас. Балует прохладной погодкой. Ну, конечно, прохладной ее трудно назвать. Но все-таки балует тем, что нет такой изнуряющей жары. То есть она периодически бывает. Но все-таки очень много дней таких приятных, с ветерком, иногда с дождями. Мне лично это очень приятно. И мне в таком климате, в такой погоде очень комфортно. Я сейчас сижу, жду. Ну, что ж, друзья, все. Я буду кататься на речном трамвайчике. Немножко не на том, на котором я собиралась. Но все равно очень здорово. И еще ближе к воде. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok